Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июля и я хочу вам показать пятна на томатах, которые никакого отношения к заболеваниям не имеют. У меня еще в прошлом году многие спрашивали, что у меня на листьях, на стволах томатов начинают появляться пятна. Не знаю от чего они, даже дырки появляются на листьях. Но вы знаете, не всегда у нас пятна, значит болезнь. Я сейчас вам покажу пятна, которые у моих томатов остались от града. Они внешне может быть и напоминают какое-то распространение заболевания, но я вам говорю точно, что эти пятна от града. Потому что у нас дня 2 назад был град. Я вам говорила, что у нас сейчас аномальная жара перемешивается с такими сурраганами, которые идут с дождем, с градом, с громом, с молнией. У нас не эту ночь, а позапрошлую ночь всю ночь гремел гром, лил дождь. Он то лил просто, то с какими-то вот этими следышками, с кочерыжками. И вот смотрите, что осталось у меня на томатах. Вот видите ствол, и на нем вот такие, ну кажется, как будто бы пятна, да? Но это не пятна, это пробоины вот от этих льдинок. Ой, сейчас подождите, с другой стороны зайду. Вот видите, вот это все поработал лед. Вот, но мало того, что на стволиках и на листьях. Сейчас, подождите. Вот видите лист, на нем вот эти коричневые пятнышки. Он даже порванный в некоторых местах, видите, даже листья порваны. И вот эти коричневые пятнышки многие принимают за начало болезни. Ну, во-первых, у нас болезнь всегда начинается вот с этой стороны листа, а не с лицевой. А пятна вот эти от града, они у нас всегда с лицевой стороны. И еще одно различие. Сейчас я вам покажу. Смотрите, некоторые думают, что у них града не было. Но те, особенно, кто приезжает раз в неделю, град могут даже пропустить. Он может ночью неожиданно резко раз пойти дождь с градом, и все прекратится за 5-10 минут. В первый день их, возможно, не видно, вот эти вот травмочки. Они начинают появляться вот такие, когда уже засыхают. Вот видите, сейчас уже прошло 2 дня, и начали вот это. Кажется, что как будто бы или это какой-то ссор на них, или это, ну вот так вот потеряв листик, вы убедитесь, что это не ссор. А это именно деформация листа, вот следствие градин. Вот как град бил ее, какие-то я вот показала, даже видите, какие-то листья даже порваны. Порвало листья, вот этот лист вообще в нескольких местах аж разорвало. Так порвать лист не может ни ветер, ничего, это только град. И если пройтись по всем, но я не буду ползать по всем кустам, то видно, что почти на каждом листике вот такие вот травмы. Конечно, вот видите, вот этот лист вообще весь избила, измолотила. Конечно, ни один град не проходит бесследно, но я хотя бы радуюсь тому, что побила листики, побила стволики, но целые плоды молодые. Потому что молодые плоды, они сейчас очень нежные, на них дырки сделать очень просто. Вот тут у меня срубила даже ветку полностью, ветром, градом. Видите, как конопушки от града. Это все работал град. Листья вот так вот аж все измочаленные. Ветер, град, все. Поэтому, когда вы увидите, вот у меня в прошлом году тоже женщина одна спросила, вот такие пятна появляются, может, это болезнь. Когда я у нее спросила, был ли у вас град, она говорит, да, был. Некоторые люди не связывают появление вот таких вот темных коричневых пятен с прошедшим несколько дней, пусть даже неделю назад, градом. Потому что никто не, ну, как-то не связывают их. Думают сразу, о, наверное, это заболевание коричневые пятна. А это град. Все, вот так выглядят травмы от града. Если вы найдете такие вот, не пугайтесь, возможно, это не болезнь. Возможно, у вас несколько дней назад был град на участке. Все, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...